220 предприятий Тверской области планируют возобновить свою работу. Об этом заявили в региональном правительстве. Соответственно, резко возрастает нагрузка на общественный транспорт. Между тем, автобусы из-за угрозы распространения коронавируса работали в последнее время в режиме выходного дня. Неудивительно, что горожане уже сейчас начинают опасаться повторения февральского коллапса. В первую очередь возобновят работу крупные машиностроительные производства. Кроме того, властями составлен список муниципальных фабрик и заводов, которым также будет разрешено возобновить функционирование. Разумеется, при соблюдении всех мер по профилактике коронавируса. Все это означает, что пассажиропоток в общественном транспорте резко вырастет. Люди уже сейчас начали задумываться над тем, что им грозит длительное ожидание автобусов на остановках и салоны, битком набитые пассажирами. Сейчас говорят, что должны заработать крупные предприятия. На ваш взгляд, стоит, может быть, усилить работу транспорта, чтобы не было давки, толчаи? Когда заработают, тогда да, местные. Между тем, пока далеко не всех устраивает даже нынешняя работа общественного транспорта. Да, на первый взгляд, по улицам курсирует немало синих автобусов. Однако все это разные маршруты. И далеко не все из них едут по тем улицам, на которых расположены те самые предприятия. Такие, как Тверской вагоностроительный завод. А его губернатор особенно выделил среди тех производств, которые возобновят работу. Однако до сих пор существует проблема обеспечения транспортной доступности в спальных микрорайонах. Многие люди, которые ездят по другим маршрутам, им не хватает. На что жалуются? Что мало рейсов или задерживаются. К примеру, в университет многие мои однокурсники приезжают не вовремя. Из-за того, что либо забитые автобусы не успевают, либо просто вовремя не приходят. Речь не только о рейсах, которые, что называется, выросли из еще муниципальных, когда-то принадлежавших ПТП. Люди недовольны работой и на тех маршрутах, кто раньше обслуживались частными микроавтобусами. Не очень, конечно. А что вам не нравится? В 65-й очень плохо ходит. Очень плохо. Расстояние, я ожидаю, 40 минут, полчаса. Все это, не говоря еще о неотлаженной до сих пор системе оплаты за проезд. У пассажиров по сей день вызывает искреннее удивление принцип ее работы. Деньги нередко списываются с ошибкой. Более того, бывает так, что человек вообще сидел дома. И вдруг ему приходит СМС о снятии суммы за проезд. Это ненормально, поэтому я тоже звоню, жалуюсь. И я даже не знаю, как они работают. Потому что вчера я сидел дома с детьми, а списание по транспорту прошло. Я звонил, жаловался. Сегодня должны отзвониться, сказать, почему так произошло. С карточки списали 25 рублей. Хотя я сидел дома на транспорте и вообще не проехал. Отдельного упоминания заслуживают жалобы на грязь в салонах автобусов. Хочется надеяться, что руководство предприятия «Транспорт Верхней Волжья» внесет необходимые коррективы. И в первую очередь направит на самые востребованные маршруты дополнительный подвижной состав. А еще, учитывая угрозу распространения коронавируса, ни в коем случае нельзя допустить ни антисанитарий, ни особенно важно переполненных салонов. Ведь Роспотребнадзор настоятельно рекомендует соблюдать дистанцию. Между тем, все хорошо помнят, в какой тесноте приходилось ездить еще в феврале. Но тогда граждане рисковали больше тем, что им отдавят ноги или помнут одежду. А сейчас же на кону совсем другие риски. Ведь теперь, когда власти Тверской области предпринимают экстренные меры для нераспространения COVID-19, допустить такой промашки категорически нельзя. Еще 6 апреля нами был подготовлен запрос в региональный Минтранс о дополнительных мерах по оптимизации графика движения общественного транспорта. Но комментария пока не последовало. Мы обязательно вернемся к этой теме в наших ближайших выпусках. Продолжение следует...